Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы быстренько обсудим психологию лечения тревожных растворств и психологических акцентуаций. Может быть, звучит это несколько запутанно, да? То есть, имеется в виду, ну, в первую очередь, какие-то тревожные состояния неясного такого генеза или другие какие-то акцентуации неясного генеза, которые вас мешают жить. У кого-то это навязчивая идея, у кого-то это тревожность. Неважно, вплоть до шизофрении какой-то. Вот, то есть, мы просто, я с вами хочу поделиться той болью, которую прохожу не только я, но и мои коллеги, когда мы обсуждаем это все, да, там, на плане урка бывает, или просто за чашечкой кофе сидишь в обед и вот свою боль какую-то обсуждаешь, тяжесть с пациентами есть. И вы знаете, несмотря на то, что даже у меня, да, есть эта тяжесть донесения пациентов, что, ну, эндокринолог это вообще тот врач, который лечит таблетками, да? Но у психиатра, у некоторых людей при представлении психолога, психотерапевта, психиатра, оно смазано, это вот что-то одно, и это обязательно человек, который лечит только разговорами, да, нужно прийти, поговорить и таблетки никакие не пить. Ну, потому что от таблеток печень отваливается, мозги вываливаются, еще я как-то наркотики могу над них подсесть и так далее. Ну, дорогие друзья, первое, что вам с вами поделюсь, если ваш врач, неважно, психиатр, может быть, какой-то терапевт, там, неважно, кто угодно вам назначает какие-то препараты, это не с целью, в первую очередь, вас подсадить на эти препараты, это цель, в первую очередь, вам помочь, и значит, они вам необходимы. Если вы сомневаетесь в компетенции врача, вы можете пойти к какому-то, ну, пожалуйста, другому специалисту, может быть, кандидату медицинских наук, к профессору, кому угодно, и обратиться к нему, может быть, он подберет для вас более современный какой-то препарат, но, как правило, если речь идет уже о выраженных психологических проблемах, лечить только одной психотерапией, одними разговорами, это очень малоэффективно. Должно быть всегда сочетание терапии, я об этом и говорю. Поэтому, если вы обращаетесь за психологической помощью к врачу, будьте, соответственно, готовы, что вам эту психологическую помощь будут оказывать комплексно, в том числе и медикаментозными препаратами. Иногда, конечно, даже назначается физиотерапия, даже есть там рекомендации, особенно в старых советских учебниках, там, расслабляющий, успокаивающий массаж и так далее, но это все постольку поскольку. В первую очередь, конечно же, современная психиатрия ставит на, так скажем, свой ставку в лечении на медикаментозные препараты. И, соответственно, не нужно их как-то избегать, не нужно их бояться, дорогие друзья. То же самое, если вы попадаете к эндокринологу и вас психиатр направил к эндокринологу и, допустим, сказал, что у вас тереотоксикоз, что у вас повышенный пульс, отсюда панические атаки. И что вам, помимо меня, нужно лечиться у эндокринолога и пить те таблетки, которые назначил эндокринолог, это не нужно думать, что вывалится печень, вырастут усы от тех таблеток, которые назначил эндокринолог. Потому что эндокринолог в вашем представлении, ну, у нас, наверное, вот одна таблетка на всех, и мы ее просто всем раздаем. Ну, дорогие друзья, это на самом деле не так же. Вот, целый ряд препаратов, иногда мы назначаем одни препараты, чтобы купировать другие препараты, побочные эффекты других препаратов, вот, и так далее. Но никто, соответственно, повторюсь, не ставит цель отращивать вам усы или уничтожать вашу печень. И это же все, ну, мифы. И то, что вот вы считаете, что ваша печень помрет от каких-то токсичных препаратов, я вас заверяю, все токсичные препараты, они прямо написаны, что токсичны в самой инструкции, вот, куча предупреждений, и их очень-очень-очень мало, соответственно. То есть, большая часть препаратов никак, соответственно, негативно не влияет на печень при условии, что у вас там нет каких-то серьезных циррозов, там, других заболеваний печени, там, онкологии какой-нибудь, да, серьезной. То есть, мы это все не говорим. Берем среднестатистического какого-то пациента, человека, даже если у вас немножко повышен билирубин, а лат, асад, ничего страшного. Если вам, допустим, психотерапевт назначил третику, а эндокринолог вам назначил, я не знаю, условно, эльтероксин, да, или эльтерозин, аминокислоту, или там вообще назначили вам йод или селен, уж тем более. Вот, никакая печень с этого не отвалится, вот, и так далее. Опять же, препараты, которые я называю сугубо первое, что приходит в голову, просто для примера. Выбор препаратов может быть совершенно разный, но я вас заверяю, что нет никаких токсичных препаратов в базовом лечении. И, опять же, если даже они присутствуют, то назначают скипат, протекторные средства, там что-то еще. Вот, соответственно, в зависимости от, ну, тоже механики действия препарата, и вы уже, соответственно, нивелируете эти побочные эффекты токсичности препарата. То есть, это не повод токсичности препарата, даже если он условно какой-то токсичный, вплоть до химиотерапии, когда пациент лечит онкологию, да, это не повод отказываться от лечения, не применять медикаменты, потому что что будет с человеком, который не применяет медикаменты, допустим, и у него, ну, развивается онкология, он же умрет от этой онкологии, что будет с человеком, который, ну, соответственно, у него панические атаки, у него там высокие, да, показатели гормонов щитовидной железы, а он не лечит это состояние, не буду рекламировать препараты, которыми они лечатся на моей памяти, уже, в общем-то, налечились люди неудачно. Вот, целый комплекс есть препаратов для лечения териотоксикоза, вот, и получается, что люди, соответственно, когда назначают сами себе препараты, не боятся из интернета, потому что там бабушка Агафья это как-то прорекламировала, сказал, ну, если назначил врач, то он назначил обязательно плохие препараты, потому что у вас чувство тревоги в этот момент, да, может быть, обоснованное вашим гормональным состоянием и так далее, и кроме как перетерпеть и какое-то время, сочетая работу с психиатром, да, там, и эндокринологом, и, соответственно, все эти моменты перетерпеть, просто пропить и идти с доверием к специалисту. Здесь, конечно, никакого другого совета быть не может. Сами вы никогда не взвесите, никогда не поймете, правильно вам врач назначил препараты или неправильно и так далее, поэтому пока вы будете мучиться и думать, соответственно, а вот хороший у меня врач или плохой и так далее, к сожалению, заболевания, даже териотоксикоз бывает, который не лечены, а многие годами игнорируют, да, и так далее, все это приводит к плачевным последствиям, иногда это приводит к тому, что мы не выявляем на ранней стадии онкологию, иногда это приводит к тому, что нужно оперировать щитовидную железу вплоть до последующего ее удаления, вот, и так далее, вот, поэтому идея выпуска какая? Чтобы не запустить заболевание, нужно просто прийти к тому врачу, которому вы доверяете. Ну, конечно же, это должно быть не в поликлинике номер один, где-то в каком-то месте, соответственно, которое вас устроило, там хорошие отзывы вы нашли в интернете, вы почитали, вы ознакомились, там сейчас у многих клиник есть свои ютуб-каналы, вы ознакомились с ютуб-каналом этой клиники, да, и вам все понравилось, и вы пришли туда лечиться. Вот, соответственно, какие-то, какой-то, на мой взгляд, такой современный подход к лечению, но когда вы пришли лечиться, вы слушаетесь и выполняете все, что вам рекомендуют в этой клинике. Так что вот, дорогие друзья, с вами был доктор Кравцов. Я вас всех жду на своих онлайн-консультациях, и да пребудет с вами здоровье! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!